Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы сделаем текстурные украшения из медной трубки. Можно использовать медные трубки от старой сантехники, газовых колонок, кондиционеров. Диаметр моей трубки 14 миллиметров. Медную трубку обжигаем на огне и помещаем ее в холодную воду. Маркером делаем насечки под прямым углом и с наклоном. Распиливаем трубку. Вплющиваем металл гладкой стороной молотка на наковальне. Переворачиваем молоток острой стороной и наносим текстуру на металль. Зачищаем наши заготовки с помощью напильника или абразивной насадки на дрянь. надфилем зачищаем внутренние отверстия. В зависимости от того, каким предметом мы наносим удары, текстура на поверхности меди может быть разной. Также можно наносить удары под разным углом в виде расходящихся лучей или просто горизонтально или вертикально. Теперь можно составлять украшение в виде колье из элементов с различной текстурой. С изнаночной стороны маркером намечаем отверстия для соединения элементов. Затем с помощью пробойника делаем углубление. Для отверстий нам понадобится сверло по металлу 2 мм. Из конца трубы я решила сделать подвеску произвольной формы. Медь после обжига становится мягкой. Я развернула трубку вдоль разреза и отбила ее на наковальне. С помощью дрели просверливаем отверстия во всех элементах. Когда-то у меня раскололась пополам стеклянная бусина. И вот теперь она будет украшением подвески. Из проволоки сечением 2 мм сделаем колечко по диаметру бусины. Отобьем его на наковальне. Сделаем примерку, вставив половинку бусины внутрь колечка. Теперь у нас все детали готовы, чтобы сделать чернение. Как делать чернение серной мазью смотрите подсказку. Перед тем, как приклеить половинку бусины и колечко клеем кристаллом, необходимо обработать поверхность. Заполняем тупом зазор между половинкой бусины и колечком. И сушим под УФ лампой. Осталось собрать все детали вместе. Бог наш Творец. Когда-то он сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И так как мы созданы по его образу и подобию, то и мы имеем в себе творческие способности. Кроме того, Бог творит все новое. Иоанн Богослов в книге Откровения пересказывает слова сидящего на престоле. Все творим все новое. Иоанн даже увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Нам тоже нравится творить что-то новое. И появляются разные идеи. Иногда их бывает очень много. Царь Соломон по этому поводу в своих притчах сказал, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова